Всем здравствуйте дорогие друзья, с вами я Камарачи и в этом видео я бы хотел с вами обсудить такой интересный вопрос, как начать играть новичку в World of Fishers. Какие снасти ему нужно купить, к чему стремиться, как продумывать немножечко свою стратегию и все в таком духе. Первое на первое, что нужно сделать, когда ты зашел в игру в этом. Здесь и нужно смотреть вот здесь все квесты, которые у вас есть, открыты. Дартер у вас будет открыт на самой первой локации и смотрите, что здесь вам нужно выполнять. Какую рыбку нужно ловить, за это даются деньги, даются очки навыка и идти по квестам. Это самое основное, что нужно делать для новичка. Это делать квесты и делать их много и не только для новичка, вообще эта игра вся завязана на квестах. Обязательно просмотрите, которые у вас открыты и делайте, которые вам сделать легче всего. Теперь, если вы не знаете ловить, на что ловить точнее и где ловить, у этой игры есть замечательная рыбная энциклопедия. Открываем вот его, дартер лучезарный нам нужен и заходим вот сюда. Вот наша энциклопедия, заходим в А на Д, смотрим. Дартер, дартер, ищем его, дартер лучезарный. Открываем. Здесь я его еще пока не ловил, то есть не показывает выловленный штук, глубина ваших уловов тоже не показана. Но вообще, вообще нужно экспериментировать. Но самое главное, во-первых, показана наживка, на которой он ловится. Показано время, то есть самое хорошо днем, потом утром и вечером, ночью вообще не клюет. Понятно. И здесь показывается, на какой локации оно ловится. Оно, это создание дартера лучезарный в Миссисипи. Идем туда, подбираем примерную глубину, метр, полтора, закидываем и смотрим. Ловим где-то полчаса реального времени, если не ловится, меняем что-нибудь. Ну, что-нибудь, я имею ввиду, там глубину меняем. Подбираем что-то другое, поменьше, побольше. И вот так вот пробуем, пытаемся поймать. Квесты это первоочередное. Снасти. Как собирать здесь снасти, как их покупать и вообще какой стратегии придерживаться. В этой игре нужно понимать, что разряд здесь прокачивается довольно долговато. Поэтому денег у вас хватит, чтобы купить хорошие снасти. Во-первых, вы качаетесь где-то вот до третьего, до третьей килограммовой снасти, можете купить ее. Но я качался со второй до четырнадцатого, докачался до пятнадцати килограммовой удочки. И, естественно, я купил пока что на пять килограмм. На пятнадцать я счел покупать это нецелесообразным. Я буду тянуть где-то разряда до восемнадцатого, потому что квесты, как мы можем посмотреть. У меня еще есть торговец рыба, я его еще не выполнял. Старец бура я выполнил, сейчас скажу сколько, семь квестов. И я еще пока могу его выполнять. То есть у меня еще запас квестов большой. Вот когда квесты закончатся, что я не смогу ловить, получается, дальше. Вот мне нужна будет получше удочка. Тогда я думаю ее приобрести. А пока что мне пятикилограммовой хватает с головой, я буду на нее ловить. И вам я считаю, что нужно придерживаться точно такой же тактики. Но если вдруг вам надоело, а вам хочется уже и крупнее рыбу ловить, и квесты не хотите выполнять, а просто рыбу ловить, то покупайте, я же говорю, мой совет. Вот на пять килограмм вы взяли, вы уже можете, в принципе, на двадцать купить. Нужно где-то в пятнадцать раз... Ой, вот это я сказал в пятнадцать. В пять раз удочка должна быть мощнее, которая вот у вас сейчас есть. Ну или хотя бы там в три, ну четыре лучше вот дотягивать. А вот в идеале пять. Это мое личное мнение. Я вот посмотрел, почитал форум, пообщался с людьми, и это действительно работает. Потому что вам ничего сейчас не мешает, вы все равно будете делать квесты, будете делать медали, в каких-то там маленьких турнирах участвовать. Для начала, для новичков, пять килограммов вам с головой. Поэтому переплачивать за семь, за восемь, за десять я смысла не вижу. Вы копите деньги и дальше стараетесь прокачивать разряд. Вообще в идеале было бы до двадцати одного дотянуть и экипировать себя поплавочной снастью на тридцать килограмм. Здесь уже смотрите сами, какое вам лучше. Вы можете в поплавок уходить, быть поплавочником, можете уходить в донку, покупать доночную снасть. Я, честно сказать, пока что еще сам не решил, буду ли я доночником, либо буду поплавочником. Вот правда. Пока что все это остается, ну так, у меня в подвешенном состоянии, но я подумаю над этим. Если вы будете брать поплавочную снасть, то обязательно, когда у вас появятся первые деньги, вам нужно купить себе поплавок за 124 тысячи. Потому что, смотрите, дает для поплавочной снасти плюс 2 к опыту, плюс 3 к цене выловленной рыбы. Еще 15 шанс на вылов сокровища. 5% тем более. Это очень крутой поплавок, а то, что он стоит 124 косаря, это маленькая сумма для него. Он мог бы стоить и больше. Поэтому его обязательно приобретать. Вы представьте, на будущее, сколько вы рыбов поймаете и сколько вы заработаете опыта, денег на минутку, да, с каждой плюс 2 рыбки. Это уже 10 рыб, 20 единиц. А если это 100 рыб, смекайте, да, 1000, это уже 2000 опыта и 3000 серебра. Короче, в перспективе этот поплавок просто топ. Его пропускать ни в коем случае нельзя. Ну, естественно, если у вас есть донат, вы можете что-нибудь вот себе посмотреть, почитать и подобрать себе что-то за донат. Но я все равно считаю, что вот этот самый такой хороший поплавок. Подонки, что я могу вам сказать подонки. Подонки, подонки. За 124. То же самое, в принципе, купить вот эти вот зеленые бубенцы и не переживать за 124. За спиннинг ничего не могу сказать. Я пока не рассматривал вообще спиннинг как, знаете, основную ветку для прокачки. Потому что где я не пробовал, в какой рыбалке начинать со спиннинга, все это как бы заканчивалось не очень хорошо. И всегда приходилось перескакивать на донки или на поплавочную снасть. Поэтому за спиннинг я ничего не скажу. И я считаю, что его на маленьких уровнях покупать не стоит. Если только купить какой-то спиннинг для выполнения определенного квеста. Небольшой. Если это рыба тоже небольшая. В остальном он совершенно пока что бесполезен. Еще набор наживок тоже. Это я вот рассказываю все на перспективу тоже новичка. Я считаю, что надо покупать, во-первых, самый крутой. Но об этом речь потом. Потому что денег надо немереное количество. Третий набор наживок покупать не стоит. Он не целесообразен. Пятый набор наживок. Это когда у вас денег вот в притычку. И вот вам нужно взять какой-то набор. То 100% берите пятый. Но не ниже пятого. А так в идеале лучше, конечно, брать седьмой. Либо десятый. Ну не в идеале, а вот седьмой или десятый. Вот между этими выбирать. Также еще был бы неплох набор сталкер. Но это же золото. Его надо еще заработать. Это золото. А это не так просто. Вот эти мои советы. За садок. За садок. Тут вы прочитаете, что можно купить только один раз. Потом его прокачивать. Я еще пока сам не определился, какой садок буду брать. Вообще душа лежит. Вот прям вот лежит к этому садку. Но цена на него прям вот очень высокая для меня. Я его не могу себе позволить пока что на данный момент. Я не знаю, когда смогу. Но пообщался с людьми. Сказали, что за 240 можно купить и вообще не париться. Но я с ними немного не согласен. Поэтому мое мнение чуть разнится. Потому что садок прокачивается. И в перспективе, я думаю, после прокачки вот этот, естественно, будет круче. В разов в два, то и в три, чем вот этот. Но пока это мы все отложим на дальнейшие как бы темы. По цаке тут тоже, смотрите, интересно. Почитайте и сходите из того, что у вас есть по деньгам. Вваживать рыбу, больше вашей максимальной нагрузки снастей. Я пока что не считаю вот для начала его покупать. Это для меня вот трата вот пока что денег просто. Дальше у нас идут лодки. Лодку советую покупать самую дешевую. И не забивать себе этим голову. Этого вам хватит. В принципе, вот это и все, что я могу посоветовать новичкам. Снасти покупать в три, в четыре, а то и в пять раз лучше снасти, которая у вас сейчас есть на данный момент. Если вы можете еще дальше тянуть, копить деньги и откладывать, то, естественно, я вам советую этим заниматься. Копить, откладывать деньги и покупать еще более крутую снасть. Это сейчас ввели новую тему. Вот эти вот сундуки ежедневные, которые можно открывать. Через шесть часов еще будет. Тоже очень классная вещь. Плюшки дополнительные заходить, брать. Мне очень нравятся вот эти вот сундуки. Так что, в принципе, вот так. За рыбу, если вы хотите сидеть на определенной рыбе, на какой-то, вы хотите долбить одну рыбку какую-то, и все. И чтоб вас, знаете как, не напрягали ни квесты, ничего. Тут пока что не могу вам ничего посоветовать отдельного, потому что сам еще не ловил ничего такого. Не сидел на одной рыбе, не долбил один вид рыбы. Но сразу могу сказать, что это лицензия. Вам нужно будет приобретать лицензию на вид этой рыбы. Она тоже стоит золото, чтобы это было вдвойне профитно. Желательно прикупить випку, но это не обязательно, это желательно. И уже с комфортом начинать зарабатывать на одном виде рыбы. То есть ловить, 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 ловить ее. Это вот мой такой вот совет и такое мнение. Я думаю, что я подробно все вам рассказал. За то, как стартовать вам, обязательно выполняйте квесты все, потому что квесты это основной источник здесь дохода, как в плане денег, так и опыта. Естественно, квесты дают неплохие плюшки. Во-первых, за каждый выполненный этап вам будет даваться, допустим, наживка. Здесь вам дается золото. И также в каждом квесте по-разному все это. Кок другое дает. Но тут и рыба, конечно, другая. Квест там чуть потяжелее. Все надо смотреть и уже выполнять. Естественно, можете спросить у людей в чате. Можете посмотреть вот здесь, где клюет рыба. Я в основном смотрю вот здесь, чтобы людей не задалбывать какими-то вопросами ненужными. Я смотрю здесь энциклопедия, очень развернутая. Хорошо все доступно в ней написано. Заходите, кидаете, ловите. Но я сейчас сижу на старце Бура. Я хочу пройти его до эксперта. Мне нужно 44, закрыть его квеста, чтобы открылся эксперт, старец Бура. Во-первых, за его прохождение дают очень хорошие призы по деньгам. Плюс сыпется опыт и еще дают в конце деньги. Но меня пока что деньги мало интересуют. Меня больше интересуют навыки. За навыки мы с вами поговорим в следующем видео. Всем огромное спасибо. С вами был Акамарачи. Оставайтесь, комментируйте. Всем пока.